Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Милёша Хакимова. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня выпуски. В Казанском федеральном университете прошли пожарные учения. Музеи Казанского федерального университета стали победителями в голосовании в выборе музея века. В Казанском университете прокомментировали вопросы, касающиеся иностранных студентов. Как быстро люди покинут здание во время эвакуации? Где находятся пожарные гидранты и запасные выходы? Что делать, если все-таки возгорание случилось? В КФУ прошли противопожарные учения, где вполне реальная бригада огнеборцев потушила условный огонь. Тему продолжит наш корреспондент. Знать расположение пожарных гидрантов, а также где находится эвакуационный выход, это, конечно, хорошо. Однако в чрезвычайной ситуации все может пойти не так, и паника сможет свергнуть здравый смысл. Именно поэтому сегодня в Казанском федеральном университете прошли учения для студентов и преподавателей. Как же все-таки вести себя во время пожара и во время чрезвычайных ситуаций? Звук пожарной сирены, удивленные лица студентов. Нет, это не чрезвычайная ситуация. Это противопожарные учения, направленные на подготовку студентов и сотрудников университета. Что же все-таки делать, если ЧС случится? По сценарию в холле главного здания КФУ произошло воспламенение. В руле огня выступил тренажер. Прибывшая на место команда борцов с огнем сразу обнаружила очаг возгорания, приготовила весь инвентарь и потушила воображаемый огонь воображаемой водой. Пожарная охрана очень хорошо сработала, вовремя приехала, размотала свои рукава. Все они приступили к потушению условного пожара, поэтому ни одного замечания не было по итогам учений. К слову, борьба с пожаром – это только малая часть учений. Прибывшие сотрудники МЧС проверили также работоспособность электромагнитных замков на дверях, как быстро и насколько организованно обитатели здания покинули его, а также как руководители структурных отделений предоставят списки эвакуированных людей. К слову, на все про все ушло меньше 10 минут. Эвакуации по нормативам в этом здании должно быть 8 минут. Сегодня эвакуация произошла за 5 минут 36 секунд. Поэтому по правилам пожарной безопасности две оценки есть – удовлетворительные и неудовлетворительные. Общая оценка пожарной выставили удовлетворительная. Поэтому я считаю, что наши учения прошли хорошо. Пока что это просто учения, помогающие понять, как нужно действовать в экстренной ситуации. Однако никто не знает, когда данные знания смогут пригодиться на практике. Поэтому к такому лучше быть готовым всегда. Вы все живы? Всем спасибо, кто принимал участие. Свидетельства истории Татарстана бережно хранятся в больших и маленьких музеях республики. Их большое множество, на самый разный вкус. От школьных коллекций до целых музейных комплексов. В честь 100-летия Татарской автономно-советско-социалистической республики прошло народное голосование, определившее лучшие музеи. В числе победителей – Казанский университет. Смотрим. 30 сентября редакция журнала «Татарстан» собрала победителей голосования в выборе музея века. Участвовали в музее Республики Татарстан и ее столице города Казань. Музеи Казанского федерального университета стали одними из лучших столиц. Третье место получил музей истории. И второе место – его подразделение – музей Николая Лобачевского. Номинации «Столичная версия», где боролись 46 номинантов. А в голосовании участвовали более тысячи человек. На церемонии награждения об идеях и дальнейших планах развития музея в КФУ рассказала директор музея истории Светлана Фролова. Эта награда – это большая заслуга всех сотрудников музея истории, которые себя проявляют бесконечно творческими людьми. Посетить музей КФУ может любой желающий с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера. Это уникальное музейное собрание, повторов которых нет в других музеях нашей Республики, России. Потому что музей Николая Ивановича Лобачевского – он единственный такой музей, который находится в доме, где живет Николай Иванович Лобачевский. Музей истории отметил в прошлом году свое 40-летие. Это единственный музей в нашей Республике и в стране. Большая коллекция которого позволяет презентовать и популяризировать наследие ученых Казанского университета, которые внесли свой значительный вклад в развитие не только отечественной, но и мировой науки. Многие люди ошибаются, думая, что история в нашей жизни не играет никакой роли и не влияет на будущее человечества. Именно опыт прошлого может помочь не совершать ошибки в настоящем. Как сохранить мир? Как сталкиваются интересы держав? Эти и другие вопросы обсудили в Казанском федеральном университете. Все подробности далее. В Институте международных отношений Казанского федерального университета состоялась научно-практическая конференция «Россия и мир» в 1913 году. Этот период истории, именно истории Романовых, она, можно сказать, немножко подзабыта и малоизучена. Поэтому мы решили, что, тем более сейчас в мире происходят такие события, как говорится, разные революции, потрясения и так далее, просто вспомнить историю. На конференции обсудили внешнюю политику империи на пороге Первой мировой войны и противостояние держав и интересов Европе. Мероприятие было организовано ВУЗом совместно с благотворительным фондом князя Дмитрия Романова. Студенты получили, по-моему, большое удовольствие, тоже задавали вопросы. В пользу случаем хочу выразить фонд имени князя Дмитрия Романова и его председателю Дмитрию Борисовичу, который привез сюда блестящую команду, я бы сказал, такую элитарную программу. Мы многие проблемы обсудили, в том числе и вопросы дальнейшего нашего сотрудничества. Диана Желенкова, Радик Загидулин, Фарид Захитоглы, Универньюс. Казанский университет провел трансляцию в инстаграм-аккаунте прямого эфира по вопросам поступлений и обучений иностранных студентов. Подробнее об этом расскажем в нашем следующем сюжете. В инстаграм-аккаунте Казанского университета прошел прямой эфир с проректором по внешним связям Тимирханом Алишевым и ответственным секретарем приемной комиссии КФУ Олегом Бодровым. Многих студентов волнуют вопросы об открытии границ. В соответствии с теми рекомендациями Роспотребнадзора, которыми руководствуются университеты страны, есть требования об обязательном наличии справки о подсутствии COVID-19 при пересечении границы. Есть обязательное требование о прохождении 14-дневной процедуры обсервации, то есть они не будут допускаться до очного физического присутствия в аудитории в течение этих дней. Но они будут проходить обсервацию в наших специально отведенных помещениях общежития. Кроме того, они должны будут сдать тест на COVID-19 на 10-12 день пребывания здесь. Также студентов первого курса волнует вопрос, куда нужно обращаться по приезде в Казань. Они будут обращаться в седьмой дом, это место, где они получат специальную бумагу, контрольный лист, как мы его называем, где будут проставлены все необходимые печати, будет указан срок необходимости прохождения следующего теста на контрольное заболевание. Ну и все моменты тоже сотрудники наши помогут, сотрудники отдела адаптации иностранных граждан им окажут содействие. Помимо этого, граждане, въезжающие на территорию Российской Федерации, должны оформлять страховку. Существует два вида страховки, одна из которых уже включает стоимость теста на COVID-19. Тест проводится в нашей клинике, в том числе он может, тест может пройти на самом деле в любой лаборатории, здесь в городе Казани их достаточно много, но в нашей клинике мы проговорили, чтобы это была самая минимальная цена, которая возможна, это 1400 рублей. Результаты теста мы получаем буквально, если с утра тест был сделан, к вечеру уже мы получаем результат. И наша страховая компания работает с этой клиникой в дальнейшем. Несмотря на завершение основного этапа приема на 2020-2021 учебный год, прием для иностранных студентов продолжается. Новый этап вступительных испытаний пройдет с 12 по 19 октября. Итоговые приказы зачисления будут 30 октября. Мы ожидаем, что достаточно большое количество студентов будет пытаться поступить в университет. Это связано с тем, что достаточно поздно в ряде стран, в Индии, в Узбекистане, достаточно поздно состоялись выпускные экзамены из школ. Но мы призываем заводить личные кабинеты в системе социальной сети Буду студентом Казанского федерального университета и готовиться к следующей волне экзаменов. Тем более, что там на сайте выложены и демо-версии, к которым можно начать готовиться. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!